Принять участие в жизни мегаполиса и выбрать облик будущего мемориального комплекса предложили самарцам. Объявлен конкурс эскизов идей памятника специальной военной операции и ее героям, вставшим на защиту Родины. До 1 июля 2023 года на указанные на экране адреса жители могут прислать свои предложения, содержащие эскиз, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения нового мемориального сооружения на территории Парка Победы. Дмитрий Гучазаров к нашему губернатору обратили жители с просьбой установить памятник. И, конечно, мы начали с этим работать. Очень надеюсь, что люди покажут нам, как они прочувствовали вот эти события и, возможно, их идеи будут в основе памятника, который будет стоять в Парке Победы. Рядом с памятником планируют установить информационные стенды, которые расскажут посетителям комплекса о событиях спецоперации. В виде образ сегодняшнего солдата, несколько отличающейся экипировки от времен Великой Отечественной и войны времен, предшествующих событий, где обязательно будут информационные стенды дополнены, можно будет и нужно будет задать себе вопрос, что это за события, как они происходили, и найти, так сказать, ответы для интересующихся. Детали установки нового памятника обсуждали на первом совещании, в котором приняли участие члены Ассоциации Совета Местных Самоуправлений, депутаты Городской Думы, член Общественной Палаты России, представители общественных организаций и Российского Военно-Исторического Общества, архитекторы, волонтеры и военнослужащие. Я думаю, что мы придем к единому мнению и увековечим тех людей, которые действительно сейчас борются за доброту, за веру православную, за нашу, за именно славян, которые непосредственно унижают там на той территории Украины. Я думаю, что вот эти события, события, которые сейчас происходят, они должны быть всегда оставаться в памяти не только нашего поколения, но и будущего поколения. Идею установить памятник спецоперации поддержали и в других муниципалитетах области. Запрос в обществе был давно. Ко мне обращалось огромное количество женщин, которые хотели иметь место, где бы они могли собираться. И очень важно, и очень хочется, чтобы скорее это место в нашей Самарской области было определено. Для того, чтобы почтить память погибшим, для того, чтобы собраться тем, у кого живые сыновья и мужья сейчас рожаются на передовой. В разработке памятника также будут участвовать и историки. Сообщество поможет провести профессиональную эксперсизу и не допустить искажения фактов. Ранние историки уже содействовали разработке мемориального комплекса «Город трудовой доблести». То, как будет выглядеть боец именно сейчас специальной военной операции, воин, который будет представлен на памятнике, это тоже очень важно. Что будет изображено во всех информационных пилонах окружающих, это основную скульптурную композицию. Здесь действительно все должно быть очень правильно, профессионально, для того, чтобы эта история, она не искажалась. Мы всегда за историческую правду. Памятник должен быть народным. Поддержать проект жители города смогут не только своими идеями, но и собственными средствами. В скором времени благотворительный фонд «Звезда Элира» организует специальный счет, на который все желающие самарцы смогут перевести средства и внести свою лепту в увековечивание памяти о событиях и героях специальной военной операции. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.